Правительство – ключевой орган исполнительной власти страны. Экономический штаб и центр выработки, а зачастую принятия важнейших решений. Думаю, не надо повторять этот тезис. Поэтому необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели – достижения устойчивого и сбалансированного экономического роста с темпами выше среднем мировых. Другого выхода нет. Никто не должен остаться в стране от этой работы. И каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе. Мы – открытая экономика. Наш внутренний рынок невелик. Но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос. Все ссылаются на какие-то обязательства. Посмотрите, как Россия поступила. Взяла и закрыла границы, чтобы туда никто не ввозил ни солярку, ни бензин. Она закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия все спишет. Вот и закрылись. Поэтому экономический рост в том числе и должен происходить не только за счет внутреннего рынка, но и преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса. Второе важнейшее направление нашей деятельности – мы его выстрадали с вами экспорт. Нет экспорта, нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки. Мы определились. Ближняя, дальняя дуга, новые страны. Решения приняты. Нужны подвижки. И очень серьезное. Государственное имущество. Важнейший вопрос. Оно должно приносить доход. Но ни в коем случае это имущество, так называемое, или предприятие не должны ходить и требовать деньги из бюджета. Да, бывает сложно. Бывает трудно. И нужно поддержать. И мы поддержим их. Не потому, что они государственные, а потому, что там трудятся наши люди. И они должны иметь возможность получить доход и содержать свою семью. К управлению государственными активами, прежде всего, предприятиями следует подходить с позиции выстраивания эффективного бизнеса. Такого, который может конкурировать на мировом рынке и приносить прибыль. В промышленности, как нигде, много нерешенных вопросов. Минпром так и не стал министерством промышленной политики. А по-прежнему работает лишь с группой подчиненных предприятий. Этого мало сегодня. Из-за этого упускается решение таких взаимосвязанных государственных задач, как импортозамещение и повышение качества выпускаемой продукции. Пока мы не достигнем конкурентной цены и качества, потребитель будет делать выбор в пользу иностранного товара. И мы это можем сделать. И мы по многим позициям это научились делать. Нужно опять же подтянуть производственную и технологическую дисциплину на предприятиях. Однако бездумно отдавать свой рынок зарубежным производителям нельзя. Мои поручения по его защите предыдущее правительство, к сожалению, не выполнило. И принципиальное решение вам необходимо принять в ближайшее время. Почему же другие страны так защищают свой внутренний рынок? Они же нам не открыли его. И если мы к своим даже друзьям обращаемся, что мы хотим у вас что-то продать, нас по году по два мусолит, пока список мы не представим и не покажем, сколько по объемам, по каким ценам мы будем продавать свою продукцию на их рынках. Все управляют этим. Продолжение следует...